Всем привет! Сегодня история от Анонимы. Я зачитаю, и девушка попросила дать ей свои советы, что вы тоже можете сделать. Она этого очень-то, в принципе, и ждет. Так что давайте приступим. Галина, здравствуйте! У меня не история отношений турков и русская, но также хотелось бы получить совет от вас и вашей аудитории. Встречаемся с молодым человеком уже 8 месяцев. Разница между нами 9 лет. Познакомились на работе. Парень был моим руководителем. Он бизнесмен, имеет свое агентство по подбору персонала. Я работала у него удаленно до начала отношений. Важно уточнить, что живем мы с ним в разных городах в России. С мая по июлю раз в две недели приезжала я к нему, чтобы посетить бизнес-обучение вместе с тогда еще начальником. После обучения мы ходили гулять в ресторан. Платил везде исключительно он. Был галантен. Выделял деньги на ЖД-билеты, так как эти поездки обучающие были частью корпоративного обучения моего. В итоге, дообучалась до отношений. В июле 21 года мы начали встречаться. Я к нему приезжала раз в две недели, все было хорошо. Мы повстречались месяц. В конце августа у меня был день рождения. В 2 часа ночи в день рождения написал мне какое-то сообщение, но так и не поздравил и не выслал даже цветы. Цветы это как пример, просто мне хватило бы даже звонка. Это бы показалось для меня, что я ценна для него, как для человека, что я ему нужна. Я не выдержала вечером и сама ему написала, есть ли вообще смысл мне завтра приезжать и так далее. Меня просто это очень обидело. Он ответил, да, конечно. Я приехала, мы прекрасно провели время. Он вроде понял, что мне это неприятно. Мы отужинали в ресторане, но это не было поздравлением. Это было повседневное времяпрепровождение, как всегда. Я уехала через день и написала ему, как я себя паршиво чувствую, как девушка легкого поведения. Что для меня важно, чтобы он ухаживал за мной, приезжал ко мне, а не я к нему каждый раз. Он же ответил, что понимает, что косячит иногда, но в плане романтики он теряется рядом со мной и не понимает, как это нужно делать. То есть, типа, у него нет опыта в плане романтическом. Окей. Пришло время, я просила его приехать. В итоге, спустя три месяца отношения, он приехал на один день ко мне. Я понимаю, что он очень занятой человек, что у него иногда работа по шесть дней в неделю, а седьмой это обучение. Но все же. В октябре он предложил переехать к нему. Переедь я тебе всем, чем могу, обеспечу и помогу. Я не смогла, так как живу с родителями и двумя сестрами, одной из которых семь лет, и ее пока некому уводить забирать из школы, встречать ее. Мы договорились с родителями, что в июне 22-го года я перееду. Я это рассказала парню, он меня понял и принял мою позицию. В ноябре он познакомился с моими родителями, приехал в мой город. Больше он не приезжал. В ноябре я захотела уйти с работы, он попросил закончить проект, и тогда можно уходить. Проект, это подбор персонала, очень сложный. В декабре у меня началось выгорание, я ревела днями, ночами мне было очень плохо. Я работаю с 15 лет, и такого никогда раньше не чувствовала. Парень жалел, помогал выйти из этого состояния, используя управленческие навыки свои. Вот тут-то и вопрос, что ему было важнее в тот момент, деньги, или чтобы я закрыла проект, да, чтобы, как я поняла, без убытков в компании, или я. Я проекты так и в итоге не закрыла, но не по своей вине. И в конце февраля я уволилась. А парень не поздравил меня даже с 8 марта. Я сейчас дальше продолжу, у меня вопрос, встречались ли вы вообще, если с уходом с работы и отношения закончились, да? Что это вообще такое было? 8 марта я ему прямо написала, ты в календарь не заглядывал? Ему еще раз проговорила, что для меня важны поздравления, ухаживание, это моя потребность. Я понимаю, что у него проблемы в бизнесе, стресс, но иногда можно вообще-то обернуться и посмотреть на того, кто рядом с тобой. Он дал обещание, что все организует. 8 марта, это был вторник. В субботу приехал опять, как ничего не бывало. В субботу вечера меня злость взяла так сильно, я ему все высказала. Я спросила, в чем проблема поздравить близкого человека. Он же рассказал, что в юности вслал девушек, иди к другому, если они по этому поводу истерически устраивали ему концерты и сами что-то могли для себя организовать. Но для меня он готов что-то делать. Типа, вы особенно, он для вас исключение делает. А раньше, смотри, я раньше еще хуже был. Спасибо, скажи, что я тебе еще не послал, как тогда всех своих бывших, если они от меня что-то требовали. Я уехала, и на следующие выходные должна была приехать обратно, но не сложилось. В итоге, еду в эти выходные, не знаю, как себя с ним вести. А вдруг он забудет опять про обещание? Я не понимаю логику отсутствия поздравлений, что сложного. В остальном, я на него могу положиться. Он встретит, защитит, покормит, заплатит, руку подаст и так далее. Я чувствую, что он любит. Пишет, как скучает раз в два дня, разговариваем по зуму. Но что делать с праздниками? Ума я не приложу. Ведь для меня это важно. Вы попросили еще и комментарии от девчонок, других подписчиц. Пусть они вам тоже напишут. Я кое-что здесь скажу. Вы должны для себя, как всегда повторяюсь, понять, от чего я хочу. Не, а что мне делать с этими праздниками и так далее. Вы почему меня спросите, а как его заставить это делать? Не так, как я хочу, не так, как мне нравится. Вы для себя поймите, насколько мне это надо. Если очень сильно, как вы в письме описываете, это очень важно и критично, зачем вам парень, который к вам не прислушивается и тяжело все это отдает? Точнее, внимание вот это показывает. На самом деле, держит вас отчасти на расстоянии, тем самым не сближается с вами. Это для меня симптом, скажем так, проблемы с доверием у него, проблем с вниманием. Он очень тяжело отдает. Он может быть нежадным финансово. Он показывает свою заботу и участие где-то. Но он может быть жаден на эмоции и на чувства. Не хочет ими делиться. Он специально держит на расстоянии неком, чтобы вы, скажем так, не расслаблялись. Он боится вот этого сближения морального именно отношений. Возможно, поздравляя с праздниками, с днем рождения и так далее, он почувствует, что у нас серьезные настоящие отношения. И то есть это для него некий свой пунктик, в который он свой какой-то смысл вкладывает. Вот я к чему. И для него это проблема. То, что он так себя вообще показывает, это не очень хорошо, что, смотри, бывших я вообще посылал, так что намекает, скажи спасибо, что и тебя сейчас не послали, я вообще с тобой тут остаюсь. Здрасте, приехали. Скажи спасибо, что я к тебе езжу, мотаюсь и тому подобное. У вас вообще на самом деле запрос такой, я хочу понять, он меня действительно любит, и у него есть ко мне чувства, или нет, вы же даже написали, он тогда мне помогал выходить из-за выгорания, потому что я ему нужна как человек, или он для работы своей искал какую-то, допустим, выгоду, да, не потерять деньги. Интересный вопрос. У меня у самой этот вопрос есть. Так что вот когда с ним будете встречаться, вы у него это и спросите. У него того человека спрашиваете. Во-первых, что вы теряете? Знаете, я в чем скажу? Вы почему боитесь спросить? Вам страшно опять услышать? Я после такого вопроса других посылал. Ты не одна этим интересуешься. Для вас это показатель. Значит, он не к вам одной относится. Это у него проблемы на эту тему. С открытием, с доверием. Он заставляет вас это почувствовать, выводит на такие разговоры. Вот когда вас выводят на неприятные разговоры, вообще это не стрёмно, не зазорно. Задавать вопросы в отношениях, если вы считаете, что в отношениях о развитии, о будущем, какие-то вопросы задавать, потому что это ваши отношения. Вы не сделаете за них ответственность, елки-палки. Вам надо знать, что происходит вокруг. Чувак, дай мне какую-то информацию. Вы вправе это спрашивать. А вот человек, который выставляет плохой, нетерпеливой, чересчур замороченный и так далее, сейчас какие-то проблемы в этом, он на самом деле себя оправдывает, правильно? Он пытается показать что-то. Не вы такая хорошая, слишком много хочешь знать. Смотри, он до тебя бывших вообще наказывал, разрывал отношения и так далее. Он говорит о том, что у человека проблема с сближением, задаванием вопросов, откровенностью, планами на самом деле. Что у него спрашиваете? Планы или подтверждение того, что ты меня любишь. Дай мне почувствовать. У него в этом блок. То есть проблема не в вас. Понимаете, он вам закрывает потребности. Потребность, вы так и написали, в защите, галантный, руку подаст, дверь откроет, денег даст, заплатит, все в порядке. Но вы в нем не чувствуете вот этой любви, искры, что вы ему нужны. Возможно, для него эти отношения некая ширма для того, чтобы это было. Вы ему нравитесь и симпатичны, но он сам себе запрещает по-настоящему полюбить, запустить в свое сердце. Он боится настоящей любви, ответственности. Там уже не знаю, что у него какая-то травма на эту тему, если бы с мамой, либо с первой любовью какой-то женщиной и так далее. Но он боится. У него есть определенный страх, благодаря которому он залежит на расстоянии. А как себя с ним вести? Я бы... Это ваши отношения. Пока вы будете позволять ему молчать, съезжать с этой темой и так далее. Знаете, как вы сейчас выглядите? Истеричка, которая мало, которая давит подарки, цветы и так далее, выжимает для себя. Он может вас назвать «Эй, меркантильная, слишком дофига ты хочешь». И такая меня не понимает. Все такая плохая. Как ни крути, вы здесь плохая. Потому что вы пытаетесь, да, получить то, что хочется вам. Задайте для себя вопрос. Вот эти цветы, как вы в письме это написали, вот эти цветы, внимание, что это? Показание того, что я ему нужна, что у него есть чувство, что он меня любит. Так вот вы у него это и спросите. Какие у тебя чувства ко мне? Как ты меня вообще рядом с собой видишь? Не задавайте ему вопросов свадьбы, дети, ближайшие пять лет. Это всех пугает мужчин. Спросите, как ты видишь наши отношения через полгода? Или, как ты видишь издалека, может, знаете, как ты видишь свою жизнь через полгода? Какие у тебя планы? Послушайте, вы в этих планах вообще есть там у него или нет? Это вам будет ответ. Если у вас там в этих планах нет, вы можете смело спросить, а я, а как же наши отношения? Полгода это что у нас выходит сейчас? Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, осень. Как ты видишь свою жизнь к осени? По работе, по развитию, для себя вообще что-то видишь, о чем мы поговорим с тобой, да? И он рассказывает, рассказывает, а у вас там нет. Вы говорите, а как же наши отношения? Для вас первый звоночек того, что когда он сам повествует, вас там нет в отношениях, он на вас не думает. Это бессознательно выходит. Когда вы уточняете, а я там где? На каком месте? Ну-ка, расскажи, дружок. Он такой, ну да, вот у нас так-то будет то-то, то-то. Вы можете серьезно спрашивать, не стесняясь, а как ты ко мне относишься? Что это за чувства вообще? Потому что вы прямо объясните сначала, почему вы это спрашиваете. Типа, мы с тобой уже говорили, прямо говорите так, мне неприятно выглядеть попрошайкой, давящей на себя, заставляющей. Мне это неприятно. Но еще больше мне неприятно, что к этому поведению меня склоняешь ты, заставляешь это делать. Мне приходится быть такой, потому что я тебе говорила, что я хочу чувствовать от тебя участие, любовь, что я тебе, мою ценность для тебя. И обесценивая важные моменты, как Новый год, День рождения, 8 марта, Пасха, Хэллоуин и все прочее, не поздравляя, я чувствую, что я тебе не нужна. Объясните ему свои эмоции. Я испытываю то-то, 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 когда ты делаешь вот так-то и так-то и так-то. Поставьте вопрос вот так, посмотрите, что он вам ответит. Мой совет вот такой. Спасибо всем за внимание. Девочки, пишите советы этой девушке, анониму. Надеюсь, мы ей все вместе поможем. Спасибо вообще всем за внимание. В инфобоксе под видео моя почта. Если вам нужна моя консультация психолога в скайпе, пожалуйста, пишите тема письма консультации. Если вам нужно как анониму разобрать ситуацию на канале, напишите историю от анонима в теме письма. Спасибо за внимание. Всем пока.